Порадуй себя, удиви гостей, покажи чистый город. Правильное освещение в магазине «Энергия». Добрый вечер, уважаемые телезрители и гости города. В эфире «Энергия. Удачи». И мы рады вас приветствовать на календаре 29 октября. И это проект «Энергия. Удачи» со мной, как и на прошлой неделе. Эту программу будет вести очаровательная девушка. Прошу любить и жаловать. Менеджер торгового дома «Энергия» Кристина. Кристина, ну вот все-таки еще останется ноябрь у нас провести. Как говорится, не перезимовать, а осень пережить. А потом начнется зима. Вот скажи, осенью какие у тебя вообще эмоции? Или вообще нет эмоций? Отрицательные. Почему? Потому что погода, слякоть, грязь. Ну я думаю, что это никак не отражается на клиентах торгового дома «Энергия». Ни на клиентах, нигде не отражается. Главное, чтобы было внутри настроение. А вот есть ли это настроение у наших участников, которые уже готовы проверить свои знания, а еще за это получить деньги, мы узнаем через несколько секунд проект «Энергия. Удачи». И мы начинаем. Хорошего вам воскресного вечера, друзья. Порадуй себя. Удиви гостей. Покажи чистый город. Правильное освещение. В магазине «Энергия». Энергия. Энергия удачи на Рико ТВ. И под аплодисменты сегодня мы приветствуем наших участников. Участников проекта «Энергия удачи» 29 октября 2017 года. Давайте знакомиться. Как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Мухтар Панка Кимжан. Мне 16 лет, я студент сервисов колледжа. Кем будете, когда закончите колледж? Повар. Повар? Да. Слушайте, ну вы уже готовите, уже умеете готовить, да? Ваше фирменное блюдо. Поделитесь рецептом. Называется «Разрубленное». Так, хорошо, что для его приготовления нужно. Приятное с полезным будем совмещать в нашей программе. Фарш. Фарш, так. Хлеб. Хлеб. Яйцо. Яйцо. Лук. Лук. Зелень. Отлично. Что мы с ним делаем? Со всеми этими ингредиентами. Перемешиваем. Делаем начинку. Так. Ложим в середину и жарим. Слушайте, ну здорово, аплодисменты. Будущий шеф-повар, да, какого-нибудь хорошего ресторана, дай бог. Спасибо. Ну, а вообще, как вы выбрали эту профессию? Расскажите, Мухтархан. А мне рассказали друзья об этом больше. И поступил туда. И вы решили просто вот пойти. Ну, профессия повара действительно очень хорошая. Для мужчины это очень классно. Вот, Катина, скажи, супруг готовит тебе? Бывает иногда, да. Больше ты берешь на себя ответственность. Конечно. Ну, хорошо. Баловать надо всегда. Всегда. Итак, наша вторая участница, очаровательная девушка, как вас зовут? Меня зовут Бектасла Бахат, мне 16 лет, я тоже учусь в колледже сервиса на повара, мы в одной группе. Ух ты, здорово, здорово. Вы тоже, есть какой-то фирменный рецепт, наверное? Вы общаетесь с одногруппниками по поводу того, как что приготовить, как сделать это лучше? Или просто отучились и ушли? Нет. Ну, скорее всего, мы как самоучки сами ищем рецепты, учим. Иногда бывает, общаемся с одногруппниками, но, скорее всего, это как-то индивидуально происходит. Индивидуально? Да. Ну, а все-таки это же надо уметь делать, где-то не порезаться, и подача сейчас, очень много ресторанов. Вот вы все-таки мечтаете о собственном ресторане? Да, я мечтаю открыть такой же ресторан, как, допустим, вот в Меге, точнее, в Кировин Сити на третьем этаже ресторана СРТИ. А, ну, это не реклама, это просто мы спрашиваем, да, Убаха. Наша третья участница, вы тоже повар, скажите? Нет, я немного поскромнее, я дефектолог... Даже так, да, немного поскромнее? Хорошо. Я дефектолог-логопед, учусь, да, в ОРГУ имени Жубанова. Моя работа заключается, то есть, общение с детьми с особыми нуждами. А ну-ка, скажите букву РРРРРРРРРРРРРРРРРРРР. Уже правильно, да? Конечно. Вы действительно молодец, это достойно уважения. Аплодисментов как и Бахнетт и Мухтарханова. Друзья, ну что ж, вы готовы сегодня проверить свои знания, связанные со школой? Да. Да? Точно уверены? А как в школе-то дела обстояли с физикой, с химией, с математикой, с историей Казахстана? Шикарно, да, у вас? Хорошо. А у вас, Мухтар? Ну вот сегодня один мужчина среди девушек-участниц, да, нас двое в студии, не считая господов операторов, господинов операторов, или как вас там, просто господа операторов, спасибо вам большое, и режиссеров, которые сейчас находятся за пультом. Итак, друзья, сейчас познакомимся с темами программы, и далее мы объясним вам о правилах нашей игры. Внимание на экран. Сегодня 29 октября, следующие темы это «История Казахстана, физика, химия, география, музыка». У нас здесь вам нужно угадать композицию либо исполнителя, и «Природа, и мы». Вот шесть тем. За каждый правильный ответ вы получаете денежный приз. Тот участник, кто правильный ответит на большую часть вопросов, мы ему предложим супер-игру. Главный приз – это за короткое время выиграть прибавку к вашей стипендии 10 тысяч тенге. Я думаю, за короткое время своему маму эти деньги можно зарабатывать. Готовы? Да. Итак, Мухтархан, начинаем с вас, выбирайте тему. Музыка. Музыка. Итак, звучит композиция. Нужно угадать либо исполнителя, либо название песни. Поехали. Прошу же, останься, останься, либо любовь, либо сеть. Бахат. Ну-ка. Бахат, не знаете, не знаете. Итак, Алена, есть варианты? Даже не представляю. Бахат, Мухтархан. Может, название песни «Любовь»? Нет. Нет, 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 нет. Это такое, знаете, по голосу. Классическое такое представление, песня, значит, про любовь. Да, 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 классическое представление, совершенно верно. По голосу надо узнать. По голосу надо узнать. Макс Барских? Нет, не Макс Барских. Нет, неверно. Есть варианты? Нет. Это Артур Пирожков. И у нас переход хода бахат к вам. Выбирайте тему. История Казахстана. История Казахстана. Итак, в каком году была принята первая конституция независимого Казахстана? 1993 год. Совершенно верно. В 1993 году, Алена, ваш ход. История Казахстана. История Казахстана. В 1975 году Алжас Сулейменов опубликала свою книгу, как называется? Азия. Азия, верно, да. Давайте музыку. Музыка, продолжим музыку. Иностранная певица. Делаем вам подсказку до того, как прозвучит композиция в эфире. Кэти Перри. Кэти Перри, совершенно верно, да. И первый денежный приз зарабатывает Мухтархан и выбирает тему. Музыка. Музыку продолжаем. Поехали. Есть варианты? Робин Шульц прозвучал в эфире. Да, друзья, это сложно, но это новый исполнитель. Очень слышно. Движемся далее. Пожалуйста, Бахат Ваш ход. Музыка вокруг нас. Музыка, хорошо. Дайте музыку нам еще раз. Хорошо, да. Верно, отвечает Мухтархан. Это правильный ответ. Еще раз повторите. Хьюман. Хьюман, да. Пашхот. Давайте историю тут. История Казахстана. Итак, наместник этого города уничтожил монгольский караван, что впоследствии стало формальным предлогом для завоевания данной территории войском Чингисхана. Отрар. Совершенно верно. 1219 год. Ух ты, даже так, развернуто. Отлично, Алена, выбирайте. Давайте, наверное, географию. Географию, давайте географию. Какой материк нашей планеты самый холодный? Антарктида. Да, верно, Антарктида. Географию. География. Какое государство самое маленькое? Ватикан. Совершенно верно. Давайте историю Казахстана. История Казахстана. Итак, они сражались в рядах 54-й стрелковой бригады. Ее подвига была посвящена песне, которую спела Роза Рымбаева. Она сражалась, да, в рядах. Кто? Алия Молдогулова. Совершенно верно. Алия Молдогулова. Гордость. Да. Нашего города. Давайте музыку вокруг нас. Музыка. Последний вопрос в этой теме. И... Риана. Ферджи. Нет, не Риана. Ферджи. Ферджи. Совершенно верно. Тема музыкальная. Вопрос вас задает. Закрыто. Остается пять тем. Внимание на экран. История Казахстана. Физика, химия, география и природа. И мы какую тему выбираете вы? Хим. Химию. Итак, внимание. Найменьшие неделимые частицы элемента. Атом. Атом, да. Алена. Химия. Химия. Как называются соли черной кислоты? Итак, соли серной кислоты. Серная, не черная, а серная кислота. Сульфаты, да? Сульфаты, да, верно. Так, давайте историю Казахстана. История Казахстана. Итак, следующий вопрос. Правителям Гунны в период их первого переселения на территории Казахстана. Джи-джи? Джи-джи, да. Верно. Джи-джи, да. Следующий вопрос. Так, давайте музыки нет, да? Музыки нет. Давайте физику. Давайте физику. Итак, прибор для измерения малого давления это... Прибор для измерения малого давления это... Раз, два, три. Манометр? Да, манометр, верно. Давайте историю. Историю. Итак, история, внимание, вопрос последний в этой теме. Промелькнувший метеор, так называют Шоканова-Лиханова, да или нет? Промелькнувший метеор. Да. Да, правильно. Тема история Казахстана у нас закрыта. Осталось четыре темы. Физика, химия, география, природа и мы. Природа и мы. Природа и мы. Внимание, вопрос. Зеленые острова в пустыне называются... Оазис. Да. Правильно. Природа и мы. Природа и мы. Во что превращается вода при кипении? Накив. Нет. Итак, во что? Пар. Пар, да. Химия. Химия. Кто открыл периодический закон? Дмитрий Менделеев. Совершенно верно. Приснилась во сне. Приснилась во сне, совершенно верно. Физика. Физика. Итак, воздушная оболочка, окружающая Землю. Атмосфера. Атмосфера. Да, пахнет. Атмосфера. Правильно. Выбирайте. Природа и мы. Природа и мы. Эти осадки не падают с неба, образуются на земле и траве, как конденсат. Что это такое? Дождь. Нет. Роса. Роса. Да, бахнет, роса. Засчитываем. Физика. Физика. Итак, как называется закон о выталкивающей силе? Архимеда. Правильно, Алена. Закон Архимеда. Ваш ход. География. Вопрос по географии. Внимание. Может ли быть горный хребет расположен ниже уровня океана? Может ли быть горный хребет? Да или нет? Да или нет? Да. Да. Сможет, да. В Северном Ледовитом океане есть подводный хребет имени Ломоносова. Бахнет, засчитываем вам. Да, выбирайте. География. География. Итак, ее с собой берет геолог, турист-водитель и археолог. Карта. Да, карту. Верно. Химия. Химия. Какой спирт не горит? Этиловый? Нет. На шатырный. Да, именно он не горит. На шатырный спирт. Бахнет. Физика. Физика. Итак, как называется закон о выталкивании? Мы говорили. Назовите явление, при котором вещества сами с собой смешиваются. Назовите явление, при котором вещества сами с собой смешиваются. Диффузия. Совершенно верно. Диффузия. Да. Бахнет. Химия. Химия. Какой не металл является лесом? Бор. Совершенно верно. Бор. Да. Физика. Химия. Вопрос закрыт. Осталась физика. Да. Как называется механическая... Простите. Вопрос, дорогие друзья. Как называется механическая энергия взаимодействия? Как называется механическая энергия взаимодействия? Три, два, один. Потенциальная. Итак, Мухтархан, ваш ход? География. Вопрос по географии. Внимание. Какой полуостров жалуется на свою территорию? Жалуется на свою территорию. Очень тяжелый вопрос, ребята, но он с подвохом. Есть варианты? Полуостров. Мадагаскар. Какие еще есть? Нет. Есть варианты? Нет. Полуостров Ямао. Принято обыгрывать сочетание букв, его название. Я-Мал. Я-Маленький. Понимаете? Я-Мал. Бахат, ваш ход. Физика. Физика. Внимание, вопрос. Мельчайшая частица любого вещества. Молекулы. Нет, не атом. Молекулы. Правильно, Бахат. Верно. Физика у нас, получается, уже тоже закрыта, друзья мои. Остается география, природа и мы. География. На какое государство можно носить на голове? Панама. Совершенно верно, да. Природа и мы. Природа и мы. Естественный водоем это? Пролив. Нет. Озеро. Да, озеро. Природа и мы. Природа и мы. Ой, как у нас все жарко. Ледяные кристаллики на почве и траве при весенне-летних заморозках. Это? Роса. Не роса. Заморозки. Ледяные кристаллики на почве и траве при весенне-летних заморозках. Это? Ини, друзья мои. Все. И время летит незаметно. Первый тур нашей игры подходит к своему завершению, пока Кристина считает, кто из наших участников сколько набрал. Дорогие друзья, хочу вам сказать, что совсем скоро состоится розыгрыш лотереи Торгового дома «Энергия». Чтобы принять в ней участие, вам нужно приехать по адресу проспекта НКБ БТР-72, что-то приобрести и далее участвовать в розыгрыше. Конечно же, этот розыгрыш проходит в социальной сети Instagram на странице торгового дома «Энергия» dinar.kz. Так что заходите и участвуйте в акции от Торгового дома «Энергия». Порадуй себя, удиви гостей, покажи чистый город. Правильное освещение в магазине «Энергия». Энергия удачи на Рика ТВ. Ну что ж, Кристина, по старой доброй традиции за то, что ты мне помогаешь. Спасибо огромное вести программу. Но еще и помогаешь считать, потому что, ну, не успеваю и вдруг ошибку сделаю. Итак, итоги. По итогам программы Мухтар Хан получает у нас полторы тысячи тенге. Бахет зарабатывает три тысячи тенге. Три тысячи зарабатывает Бахет у нас. И Алена зарабатывает девять с половиной тысяч тенге. Такое у нас бывает, конечно, редко, но метко. Да. Алена, ну, разница всего лишь в пятьсот тенге. Готова ли ты добить игру до конца? И из уже не выбранных тем, а из одной у нас осталась «Природа и мы», если правильно ответишь, то заработаешь десять. Если неправильно, то вся сумма сгорает из нашей студии, ты уходишь без ничего. Ну, когда я отказывалась от супер-игры, конечно. Когда я отказывалась от супер-игры. Итак, вопрос, связанный с темой «Природа и мы», и он звучит следующим образом. Вопрос. Весной и летом эти льдинки, падающие с неба, могут погубить урожай. Град. Что? Град. Совершенно верно отвечает Алена и выигрывает сегодня 10 тысяч тенге. Мухтар Хан, Бахет, Алена, вы сегодня действительно показали свои знания. Кто-то следит за нами и тоже пытается выиграть, но проверяя это этим самым свой мозг. Сегодня вы молодцы все, и мы благодарим за то, что вы пришли в наш телепроект. Спасибо огромное. Приходите еще, будем рады. Ну, а вам, дорогие друзья, мы желаем отличного воскресного вечера. Завтра понедельник, рабочий день. И проведите этот рабочий день с удовольствием, как и всю следующую рабочую неделю. Благодарю Кристину, благодарю Торговый дом Энергия и всех тех, кто был с нами в этот воскресный вечер. Увидимся скоро на РИКО ТВ. До встречи в эфире. Порадуй себя. Удиви гостей. Покажи чистый город. Правильное освещение. В магазине Энергия. РИКО ТВ